Всем привет, друзья! С вами вновь Техноарена. В этом видео мы попробуем разобраться в отличиях между смартфонами Huawei P Smart 2021 и Honor 10X Lite. Технически они совершенно идентичны, полные копии друг друга, небольшая разница заметна только в дизайне и интерфейсе. Причем у них еще есть третий брат-близнец по имени Huawei Y7A. Он интересен тем, что предлагает младший вариант с памятью 64 ГБ. Это позволяет чуть-чуть сэкономить бюджет, так как все модели поддерживают карты памяти microSD. Выгодные цены и характеристики смартфонов Huawei P Smart 2021 и Honor 10X Lite вы найдете по ссылкам в описании. Также не забывайте поддерживать канал лайком, подпиской с колокольчиком или просто комментариями. Внешне смартфоны P Smart 2021 и 10X Lite отличаются только оформлением блока главных камер сзади. Все остальные параметры совпадают полностью. Вес 206 грамм, толщина 9,3 мм. Глянцевый пластиковый корпус с закругленными торцами. Можно подключить проводные наушники через аудиовыход 3,5 мм. Фронтальная камера выглядывает через точечный вырез. Сканер отпечатков расположен сбоку в кнопке питания. Рамки вокруг экрана довольно тонкие, всего по 2 мм сверху и по бокам. Сим-лоток стандартный, с отдельной ячейкой для карты памяти. В общем, дизайн смартфонов вполне типичный и для своей цены не отстает от современных тенденций. Взгляд ни за что не цепляется, но и придраться к чему-то сложно. Отмечу лишь отсутствие стереодинамиков, инфракрасного передатчика, светодиодного индикатора и бронестекла. О защите весьма большого экрана нужно позаботиться самостоятельно, ведь будет жалко случайно разбить его. Любопытное наблюдение, на спинке P Smart 2021 отражения всегда прямые, а 10X Lite придает им S-образный изгиб, как в кривом зеркале. Ни один из смартфонов не получил амулет-экран или повышенной герцовки. Тут используется обычная жидкокристаллическая матрица TFT на 60 Гц с разрешением Full HD+. Диагональ составляет внушительные 6,67 дюйма. Угол обзора и цветопередача не вызывают претензий. Поддерживается ручная калибровка картинки. Для защиты зрения можно уменьшить интенсивность синего цвета на экране, включить режим чтения или темную тему. Высокое разрешение и большая диагональ позволяют наслаждаться просмотром контента. Видео, фотографии, текст – все видно предельно четко, но только в помещении или в тени. Яркость подсветки средняя, поэтому днем на солнце экран будет очень тусклым. Уменьшение разрешения до 720 пикселей поможет немного сэкономить заряд аккумулятора. Смартфон Honor 10X Lite функционирует под управлением фирменного интерфейса Magic UI, а на Huawei P Smart 2021 предустановлена оболочка EMUI, обе на базе 10-й версии операционной системы Android. Оформление интерфейса легко изменить по своему вкусу, настройки отображения весьма гибкие. Отличия от оригинального стиля Android – самые минимальные. Но у смартфонов есть один общий достаточно коварный минус. Из-за американских санкций производителям было запрещено оснащать их сервисами Google. Вместо них Huawei, Honor и другие компании предлагают разнообразные альтернативы. На самом деле отсутствие сервисов Google абсолютно не портит опыт использования смартфонов. Все равно в России больше распространены отечественные сервисы Яндекса. Необходимые приложения и игры удобно устанавливать из каталога AppGallery или через поисковик Petal. За редким исключением все прекрасно работает и без Google. Допускаю, что неопытные пользователи острее всего почувствуют недостаток сервисов Google, однако даже здесь в YouTube хватает инструкций по выживанию без них. За пару лет люди успели адаптироваться. Набор камер у смартфонов P Smart 2021 и Honor 10X Lite можно назвать практичным. Главный сенсор со сверхвысоким разрешением 48 мегапикселей, фронталка на 8 мегапикселей, такой же ультраширик с углом обзора 120 градусов и два дополнительных модуля по 2 мегапикселя, чтобы снимать художественные портреты и что-то крупным планом. Фотографии, сделанные при ярком освещении, радуют детализацией, точностью баланса белого и низким количеством цифровых шумов. В темноте камеры тоже неплохо справляются благодаря отдельному ночному режиму и расширенным ручным настройкам. Для любительского уровня съемки самое то. Есть парочка интересных режимов, например, можно наложить на снимок с длинной выдержкой источники света, которые мелькали в кадре, или виртуально менять размер диафрагмы от f095 до f16, создавая эффектное размытие фона. Качество видеозаписи бюджетное, в лучшем случае доступно Full HD 60 кадров в секунду. Фокусировка срабатывает медленно, иногда случаются ошибки. Нужно внимательно следить за видоискателем. Но картинка в итоге получается яркая и отчетливая, с насыщенными цветами. Нормально для своей категории. За быстродействие в смартфонах P Smart 2021 и 10X Lite отвечает фирменный чипсет Kirin 710A, модифицированный в прошлом году. Его восьмиядерный процессор работает на частоте до 2 ГГц и выбивает в среднем 170 тысяч очков в тесте Antutu. Смартфоны продаются в единственной версии с объемом памяти 4 на 128 ГБ. Напомню опять же про модель Huawei Y7A, которая является более точной копией P Smart 2021 и доступна с накопителем на 64 ГБ. Производительность смартфонов не слишком мощная, для повседневных задач будет достаточно. Тормозов в интерфейсе и приложениях не возникает, а вот запуск тяжелых программ происходит с задержкой. Хотя можно с комфортом зарубиться в современные 3D-игры, если правильно выставить настройки графики. Считается, что смартфоны без Google-сервисов нельзя использовать для мобильных платежей, так как в системе отсутствует приложение Google Pay, через которое традиционно привязываются банковские карты. Возможно, эта проблема существовала в самом начале, но вскоре была устранена, поскольку быстро появились российские альтернативы Google Pay. Это приложение-кошелек и сервис SberPay специально для клиентов Сбера. Яндекс.Деньги тоже в теме. Вы можете без каких-либо ограничений использовать все функции NFC в смартфонах P Smart 2021 и Honor 10X Lite. Также у них есть Bluetooth 5-й версии для стабильной связи с умными часами и фитнес-браслетами. Автономность – это сильная сторона новых смартфонов Huawei и Honor. Модели P Smart 2021 и 10X Lite получили емкий аккумулятор на 5000 мАч. Этого хватит надолго даже при самых интенсивных сценариях работы, особенно учитывая не слишком прожорливые чипсеты и продвинутые функции энергосбережения. Можно целый день играть, смотреть фильмы и сериалы, сидеть в интернете через сотовую сеть, не задумываясь о подзарядке. При умеренной нагрузке, если в дневное время смартфон в основном нужен для звонков или музыки, заряда хватает на двое суток как минимум, или на 8 часов, если воспроизводить видео в формате Full HD на максимальной яркости экрана с включенным мобильным интернетом и GPS. Поддерживается технология быстрой зарядки. В комплект входит мощный адаптер питания на 22,5 Вт. С его помощью за полчаса аккумулятор набирает без малого 50% энергии. За час индикатор заряда достигает отметки в 85%. Теперь давайте посмотрим общественное мнение об этих смартфонах. Я выбрал несколько случайных отзывов от простых пользователей. Нет магазина Google Play, но все нужные приложения нашлись в App Gallery. Говорят, процессор старый, ничего работать не будет, но это ложь, все летает. Немного великоват и тяжеловат, других минусов пока не нашел. Еще бы NFC работал нормально, не могу подключить свои карты. Жаль и к пульту нет, привык уже телеком с телефона управлять. Нет сервисов Google, поэтому нельзя использовать телефон по полной. Шикарный телефон за свою цену, с большой батареей на 5000 мАч, с огромной памятью в 128 ГБ и свежим андроидом. Круто держит заряд до двух суток, поддерживает установку карт памяти, работает без тормозов и фотографии четкие получаются. Спокойно тянет современные игры сканер отпечатков в удачном месте. Приятная цена, красивый интерфейс, хорошая производительность оправдал все ожидания. Сканер отпечатков сбоку, под большим пальцем, очень удобно расположен. Плоский экран это хорошо, а то достали эти гнутые смартфоны, где постоянно задеваешь края и получаешь ложные нажатия. Большой объем памяти, хорошая камера, многие приложения Google устанавливаются и работают без вопросов. Отличный экран, неплохая батарея с быстрой зарядкой на 22,5 Вт, а громкие динамики, слуховой и главный. Вердикт техноарены. Нельзя определенно сказать, что лучше Huawei P Smart 2021 или Honor 10X Lite. По сути, эти смартфоны ничем не отличаются, у них одинаковый дизайн, одинаково большой экран с высоким разрешением, приличная автономность, мощная зарядка, валом памяти, есть NFC, аудиоразъем и слот для флешки. Камера на 48 Мп, которая делает неплохие кадры днем и ночью. Соответственные недостатки у них общие, главное это отсутствие сервиса в Google, что может стать досадной проблемой для неопытных пользователей и стремительно устаревающий чипсет, которому с годами будет все тяжелее обрабатывать усложняющиеся приложения и игры. Уточнить характеристики и сравнить цены на Huawei P Smart 2021 и Honor 10X Lite вы можете по ссылкам в описании. Пожалуйста, поделитесь в комментариях своим мнением об этих смартфонах, а также ставьте лайк и подписывайтесь с колокольчиком. Спасибо всем за просмотр!